Проект «Активное долголетие» в регионе существует с 2019 года. Для пенсионеров это замечательная возможность найти занятия и хобби по душе, познакомиться с единомышленниками. О том, какие направления входят в программу, расскажем в нашем сюжете. Сшить одеяло или наволочку, исправить блузу или подшить рукава. В Доме ветеранов для участников программы «Активное долголетие» с сентября открылся новый кружок шитья – социальное ателье. Евгения Асанова сегодня пришла, чтобы украсить свое платье. Я решила, у меня много очень вещей, которые я не пользовалась. Я вот решила их исправить и пошить новое. Исправить старое на новое, надо переделать. Вот мы на том занятии, Елена Борисовна прекрасно мне брюки помогла исправить. Прошить и сделать наметку и отутюжить. Так воздушные цветочки лучше закрепятся на ткани. Украшение женщине помогает сделать руководитель. Например, если они хотят подшить свои брюки, они должны прийти с брюками. Я померю, все пометим, отрежем, все аккуратно сделаем. Ну или у кого какие планы. Обычно я прошу принести с собой нитки в тонтовое изделие, которым будут заниматься. Утюг, швейные машинки, линейки, ножницы, иголки и нитки основных цветов – все есть для проведения полноценных занятий. Мы занимаемся по четвергам у нас в социальное ателье, по вторникам у нас в вязании. Занимаемся мы с 13.30 до 5 часов. Экскурсии, спортивные кружки, творчество – для пенсионеров это замечательный способ учиться чему-то новому и держать себя в тонусе. Возможности проекта «Активное долголетие» представители социальных организаций обсуждали с президентом страны на онлайн-встрече. Естественно, такие инициативы должны быть поддержаны и на федеральном, но прежде всего на муниципальном и региональном уровне. Всячески будем способствовать этому. Во многих регионах Российской Федерации такой опыт есть, и он развивается. Будем и дальше заниматься поддержкой подобного рода деятельности. В Серпухове количество направлений программ увеличивается. В этот раз участники клуба «Активное долголетие» принесли на мастер-класс продукты. Всё это для обучения карвингу. Карвинг – это искусство вырезания из овощей и фруктов. Мы выбрали довольно-таки простые элементы, которые может каждая хозяйка украсить свой стол данными элементами. Обучали хозяек этой техники студенты губернского колледжа. Главный шеф на этой импровизированной кухне – выпускник Алексей. Он постоянно участник кулинарных состязаний разных уровней. В октябре этого года занял второе место на чемпионате Московской области для людей с ограниченными возможностями «Обилимпикс». Наблюдая за работой мастера, гости с удовольствием принялись создавать красоту на своей тарелке. «Кулинария – это всегда для женщин интересно. А мы сейчас в таком возрасте, когда нам хочется ещё и творчески подойти к этому процессу. Не просто что-то приготовить, а красиво преподнести, украсить наше блюдо, чтобы это был шедевр». «Вовлекаемся всякими разными мероприятиями, которые проходят в библиотеке, в Доме ветеранов и даже в Меридиане. Когда приглашают, мы ходим, смотрим, очень любим это». Физическая нагрузка полезна и важна в любом возрасте. Для участников программы «Активное долголетие» также проходит креативная скандинавская ходьба. «Креативная, потому что мы добавляем элементы в тренировку, упражнения из дыхательной гимнастики, что особенно актуально после перенесённого ковида, упражнения на гибкость, ловкость, концентрацию внимания, а также добавляем элементы танца, хореографии». Бодрая музыка для зарядки, чтобы размять мышцы и суставы. Выполнять нужно аккуратно и по своим возможностям. Спортсмены-любители приходят сюда с разными целями. Одни для поддержания тела в физической форме, другие, чтобы решить или облегчить проблемы со здоровьем. «Мне очень хочется сказать, что Оксана у нас просто потрясающий руководитель. Она настолько высокопрофессиональна, она настолько чувствует очень хорошо твои проблемы, что я помню, когда начинала ходить, она буквально просто перенастроила мой весь скелет. Потому что мы получаем здесь позитивные эмоции, потом мы здесь своё здоровье поддерживаем. У нас ещё компьютерные курсы, йога, потом нам дают, мы ездим в бассейн. В общем, по полной программе поддерживать пенсионеров, чтобы мы долго-долго жили». Четыре круга пешком в Комсомольском парке. В среднем это три километра, которые удаётся преодолеть за час. В конце – заминочный комплекс упражнений. Он позволяет привести пульс в норму и восстановить дыхание. Занятия программы «Активное долголетие» рассчитаны на поддержание активного и здорового образа жизни пенсионеров Подмосковья. Продолжение следует...